МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Конкурс профессионального мастерства проводился в нашей компании впервые. 144 машиниста-экскаваторов и погрузочно-доставочных машин из 10 рудников, находящихся в четырех странах, соревновались на знании своей техники и умении ею управлять. Участники конкурса – наши лучшие сотрудники, операторы, не имеющие нарушений трудовой и производственной дисциплины, золотых правил и инструкций по охране труда и промышленной безопасности. Машинисты выполняли задание конкурса, состоявшего из четырех разных этапов, которое оказалось непросто пройти и людям, и технике. Могу точно сказать, что конкурс завершился успешно. Машины, проходившие испытания, оказались на высоте. На нашем руднике проверялась в основном работа мотора, гидравлической системы, системы охлаждения. Первый этап – проверка теоретических знаний. В ходе тестирования нужно было ответить на вопросы об устройстве экскаватора и погрузочно-доставочной машины. Проверялись знания правил безопасности, организационной эффективности и устройства техники. Второй этап – осмотр машин. На втором этапе каждому давалось только 20 минут. За это время надо было успеть провести осмотр машины, выполнить все регламентные операции и внести в чек-лист все обнаруженные недостатки. Уровень гидробак, уровень КПП, коробка. Проверяйте здесь. Вот он. Масло в уровне. Третий этап – самый эффективный машинист ПДМ и экскаватора. На третьем этапе каждый участник должен был продемонстрировать свои навыки владения техникой. В карьере обычно все время получается, когда грузишь самосвалы, не всегда камни попадают так, чтобы они лежали ровно. Приходится их поправлять. Выполняешь почти точно такие же манипуляции, как и здесь. В этих конкурсных испытаниях демонстрировались навыки маневрирования, оценивались и полнота загрузки машины, и количество затраченных машинистам минут. Четвертый этап – фристайл. Здесь участники проявляли свое виртуозное мастерство владения ковшом-экскаватором или погрузочно-доставочной машиной, которые с филигранной точностью выполняли непростые задания. Сложности были, но не с самим соревнованием. Можно было произвести более качественное, эффектное выступление. Кропотливость должна быть какая-то такая, чтобы лишние движения не сделать. На каждом руднике подведение итогов проводила конкурсная комиссия, в которой были руководители предприятия. Каждый из 144 участников показал высочайший уровень знания и управления техникой. 13 лучших машинистов из 10 рудников «Нордголд» приехали в Москву на награждение на дне компании. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok